итак всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на моем канале если вы подписаны я рад вас видеть если вы просто зашли посмотреть что тут да как просто открыл случайно страничку тоже вам всем здравствуйте знаете сегодня я расскажу вам сказку вот небольшую такую сказочку знаете вот бывают сказки про автомобили которые не очень дорого стоят они очень хороши в эксплуатации они мало ломаются они называются божественным словом toyota и вы мне скажете такого же в принципе не бывает такого в общем то нет на свете скажите вы мне а я вам скажу что такое есть и называется это toyota карина е если вы еще в это не поверили то посмотрите это видео после того как вы его посмотрите вы будете точно знать что такое чудо на свете существует итак немножечко про это чудо японского автопрома появилось это чудо в 1 1992 году и скажу вам так это этот год то есть начало вообще 90-х в японии ознаменовалась появлением таких автомобилей как марк 2 самурай те кто на востоке конечно меня поймут crown 141 в кузове сугроб то есть японцы перешли от квадратного дизайна более округлому а вот эту машину они сделали вообще я считаю ее дизайн вне времени то есть она не выглядит устаревшей она не выглядит квадратная даже вам больше скажу она не выглядит японской она выглядит как европейский автомобиль конечно многие заметили что у этой машинке морда то от короны а корона это японский праворульный аналог карина ну либо карина это леворульный но скорее всего карина это леворульный аналог корона я вам расскажу откуда здесь появился бампер но чуть попозже итак появился на в девяносто втором году кузовов у этого автомобиля было три это седан это универсал и лифтбэк да да именно лифтбэк не шкода придумала лифтбэк а поверьте лифтбэк был у японцев очень 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 давно и на данный момент на рынке ну лифтбэков и практически не найдете их очень очень мало было привезено они крайне редки их мало кто продает потому что машина очень сильно ну скажем так она прям вот удобная во всем если универсал это сарай седан багажник не такой большой то улицбэк с этом все здорово ну и так про кузова поговорили перейдем к агрегатом которые находятся под капотом как все делают поднимать вот это капот задирать смотреть что там мы не будем я вам сейчас просто об этом вкратце расскажу моторы на эту машину ставились все знаете получилось так что они все хорошие на этой машине нет ни одного движка который можно было бы назвать неудачным самый маленький мотор это 164 а потом ставился также на эту машину мотор 7 а это 183 сфе мотор двухлитровый также стоял дизельный мотор 2 си но 2 си 2 сит и соответственно turbo я не очень люблю дизеля поэтому про дизеля вам рассказать не буду мотор на самом деле очень хороший но если посмотреть по тому как они в россии поездили что с ними стало дизеля все-таки оказались немножечко геморрой не 47 а это мотор и несмотря на то что они вроде небольшого объема особенно 4 очень очень надежный и выносливый мотор 2 литра 3s линейка с это одна из самых удачных линеек моторов у тойоты еще на тойоту корону праворульный аналог этого автомобиля ставился мотор 4s но это соответственно 18 то есть мотор чуть чуть поменьше но тоже линейки с и еще ну и так вряд ли вы такого где-то увидите но на эту тачку ставился мотор серии 3s g и это такая уже более интересная то есть это более интересная версия мотора 3s с более злой башкой переработаны в целом по мотору агрегаты но самое интересное что выдавал тот мотор от 150 до 175 лошадиных сил кстати какая-то пушка была в то время да в принципе и сейчас таким мотором это будет очень шустрый автомобиль но чтобы вас уж совсем окончательно добить в период с 97 по 90 по моему первый год была такой был такой автомобиль toyota caldino toyota caldino это вот чтобы понимали авенсис после карины который шел но универсал и туда японцы запихнули мотор 4s gt 3s точнее gte это turbo двухлитровый мотор который выдавал 280 лошадиных сил это был полный привод и он еще был представляете на механике попадался представляете сарай ты едешь в потоке такой на очень шустрой тачки возможно даже на купе там с каким-нибудь немецким названием и тут подъезжает такая сбоку toyota универсал ничем в принципе кроме ноздри на на капоте она не будет выделяться это будет обычный сарай и этот сарай с таким свистом улетит со светофора что возможно вы даже не успеете разглядеть а toyota ли это было вот такие интересные моторы в свое время запихивала toyota я уж не знаю когда toyota там делала вещи она там не делала вещь может сапоги она делала но машины toyota всегда делала и будет делать хороший кто в это не верит ну не обманывайте себя это реально так итак про моторы я немного рассказал расскажу про коробки там очень мало на самом деле коробок было либо четырехступенчатый автомат либо пятиступенчатая механика что один аппарат что второй надежный неприхотливый коробка автомат ну то в принципе не убиваемая ремонтировать ее бессонку если она сломалась проще купить контрактный поставить ездить дальше механика также подвергается ремонту без каких-либо там серьезных вещей и очень очень после большого пробега единственное интересное почему японцы в карину сделали только передний привод ведь toyota корона и и праворульный аналог она выпускалась с полным приводом вообще для японцев тех годов 92 93 год машины седаны с полноприводной трансмиссии это было не было чем таким сверхъестественным и интересным хотя бмв в те года допустим я не помню тройку пятерку там только некоторые и очень-очень мелко серийные машины оснащались полными приводы а японцев это уже было вот просто вот пожалуйста вон их было дофига уж не знаю зачем где там в японии такие снега там ну либо там грязь чтобы есть на полноприводной машине но суть в том что они были полноприводы и так пересместились мы в салон могу сказать честно салон карины ну и короны без разницы очень удобен просто такая машина была у меня определенным я вам даже больше скажу конкретно эта машина была мне какое-то время удобство передвижения то есть она не такая маленькая как королка и чуть меньше чем камрюха но если вам для общего понимания и так немножечко про салон салон и дизайн тех лет в этой машине очень сильно угадывается то есть все просто то есть видно что когда-то все было квадратное его пытались чуть-чуть округлить где-то получилось где-то нет но как как говорится как не постучать вот по этой штуке она ребят тут мягкая представляете она она не звенит потому что когда-то давным-давно делала все это из мягких материалов не из того мусора из которого делает сейчас а за на из нормального хорошего пластика но да ладно это мы отвлеклись и так салонов вариантов точнее салонов у карина было достаточно много конкретно вот этот автомобиль он в самой такой ну можно сказать простенькой комплектации единственное чем плюс у него и у нее есть кондиционер вот это как бы у нее плюс а так обычно машин даже кондиционера не было здесь стеклоподъемники механические коробка тоже механическая у этих машин были варианты у которых были регулируемые зеркала то есть вот здесь стоит заглушка она специально под это были варианты у которых естественно все четыре стеклоподъемника были варианты у которых были подогревы сидений то есть напичка ну салон был достаточно были варианты напичкать салон очень-очень многими всякими фишками прикольными на тот момент. Но самое главное, как по мне, так это износа стойкости этого салона. Вот если посмотреть на сами сидухи, это не велюр. Вот, к примеру, марки тех годов, тоже 90-х, 80-х, у них был именно велюровый салон. Он такой приятный. Ну, как приятный прям очень. А здесь ткань. Она вроде немножко жестковата и грубовата, но сидения сами по себе отформованы. Вот даже я сижу в нем, мне в нем удобно. Оно меня из себя не выпихивает, и я в нем не болтаюсь. И эта ткань, она получается обшивка дверей, она такая грубоватенькая чуть-чуть, но если ее сейчас загнать на хорошую химию, сделать химчистку, она вообще будет как новая. То есть износа стойкости у этого материала просто космическая. Не тот мусор, из которого делается сейчас, то есть непонятно, что там колготки натянули на сиденье или еще что-то. Здесь реально ткань. Она реально хорошая. Ты понимаешь, что это сделано не из переработанных отходов. Ну, это все лирика. Итак, я, чтобы усесться в сиденье, здесь, конечно же, нету каких-то электрических регулировок. Здесь механика. То есть у нас регулируется спинка барашком, у нас регулируется подвинуться вперед-назад сиденье очень удобная рукоятка. Не нужно ее искать, и сиденье не заедает в ней. И есть небольшой лифт сиденья, ну, то есть подушку. Можно поднять вверх-вниз. Ничего прям такого сложного нету. Все просто, доступно. Но оно здесь есть и устроится за рулем мне, человеку, с ростом метр восемьдесят шесть не составляет никакого труда. То есть вот я вполне себе удобно устроился. Рулевая колонка конкретно в этой комплектации регулируется у нас только по вверх-вниз. Но, если честно, вот у меня сколько автомобилей было, достаточно много. Я рулевую колонку очень редко регулирую. Вот прямо от слова совсем. То есть, ну, не знаю. Мне почему-то достаточно регулировок сиденья, чтобы устроиться удобно за рулем. Над головой у меня места достаточно. А были автомобили, у которых был люк. Соответственно, еще немножечко пространство съедалось. Но тут его достаточно много. Головой не упрется никто. Все. Посадка удобная. Зеркала. Ну, и зеркала стандартные тойотовские тех времен. Мне кажется, на всех тойотах были одинаковые зеркала. То есть, в них видно, но они могли быть чуть-чуть побольше, на мой взгляд. Но это такое уже, знаете, это уже докопаться. Далее. Центральная консоль на сейчас, на сегодняшний момент, можно сказать, что она выполнена как-то грубовато. Но на то время она выполнена очень хорошо. Все понятно. Воздуховоды, магнитола, небольшой набор кнопок, климат, управление куда дуть. Все. То есть, все просто понятно. Любой человек всех в этот салон мог понять, что и где. Часы. Панель приборов. Конкретно в нашей машине она посередине большой спидометр, слева тахометр, справа бензин и температура. То есть, не перегружена панель. Очень хорошо читается в любое время, что днем. Она не бликует ее, как бы, не отсвечивает. Все в ней замечательно. Все в ней здорово. Есть бардачок. Ну, я не знаю, вот у кого как. У меня лично там всегда полно мусора, но у тойоты в бардаче всегда вмещался лист формата А4. Без проблем. Вот, видите, здесь стоят заглушки. Скорее всего, на этих местах были подогревы и еще были варианты с, по-моему, с ТРК. То есть, с антибуксом, там с антиюдом. То есть, АБС-то понятно был. То есть, АБС здесь стоит. Здесь мы видим, что нет подушки безопасности. Ни у водителя, ни у пассажира. Но этот автомобиль, друзья мои, 92-го года выпуска. Здесь нету подушек. После рестайлинга там появилась водительская, а уже в конце практически у всех уже были пассажиры тоже. Единственное, могу сказать, что плюс этой машины, что она выпущена в 92-м, ну, точнее, до 94-го, в том, что она японской сборки. Потому что Toyota Karina выпускалась с 92-го по 94-й частично в Японии, а частично в Англии. А после 94-го года вся, грубо говоря, сборочная линия уже переехала в Англию. Это сказалось на очень сильно, как лично я считаю, никому не навязываю, но я считаю, что очень сильно сказалось на кузове, на лакокрасочном покрытии и на том, как машина гниет. Эта тачка японская. И это говорит о многом. Кто не верит, ну, просто пускай проверит, сравнит два автомобиля. Итак, на этом по салону, по передней части, по сути, больше рассказывать нечего. Я сейчас перемещусь на задний ряд за собой и посмотрим, насколько там удобно я помещусь, ну, или же не помещусь. Итак, мы на заднем ряду. Я сижу за собой. Да вы просто посмотрите, сколько тут места. Я за рулем уселся отлично. Здесь я сижу, вы просто посмотрите, в каком еще автомобиле есть столько места для заднего пассажира. Вот я закрываю дверь. Над головой место вагон. Здесь просто его полно. Я сижу за собой, за человеком метр восемьдесят шесть. Я вам напоминаю. Я далеко не карлик. Я за собой. Ноги у меня поместились. То есть, я могу даже сесть немножечко в развалочку. Обратите внимание, сидения так сделаны, отформована вот эта часть. У меня не висят вот эти вот части. То есть, они у меня на сидении. То есть, это говорит о том, что в дальней поездке я не буду вот так вот сидеть, что у меня вот здесь все затекет. То есть, здесь замечательно. Ехать пассажиром на заднем сидении в этом автомобиле очень удобно. Вдвоем тут, соответственно, поместятся. Замечательно. Втроем тоже влезут. Но я считаю, что задний диван во всех автомобилях, он все-таки для двух человек. Ну, третьего можно запихать. Можно и четвертого. Но я считаю, что ну два. Нафиг больше напихивать. Тут даже сидение вот сделано, что вот одно как бы вот второе. Здесь просто вот между ними, чтобы они друг... Третьего не нужно сюда пихать. Ну, запихнуть можно. Он тут будет себя чувствовать. Вдвоем просто-просто царит. Просто, я не знаю, барское место. Можно вот так вот ехать вот и говорить давай вперед. Ну и так, из интересного, что нам здесь есть. Горящий плафончик. Ручка в дверях отсутствует. Какие-либо кармашки и так далее и тому подобное. Ну, нету этого здесь. Здесь только пепельница. То есть, никаких воздуховодов. Ничего такого вот, к чему мы все привыкли в новых автомобилях нет. Но я вам скажу, что в Toyota особо-то как бы в заднем ничего никогда и не было. То есть, тут всегда было... Здесь просто было удобно ехать, удобно сидеть, удобно находиться. Какие-то там вот воздуховоды и так далее и тому подобное здесь, к сожалению, отсутствуют. Единственное, я вот точно вам не скажу, я не помню, насколько здесь тепло, как хорошо производится здесь обдув. Но я еще нигде не слышал жалоб на то, что на заднем ряду здесь холодно. Это говорит о том, что задний ряд обдувается очень отлично. Задняя полка очень большая и тот факт, что она очень большая, намекает нам на то, что там офигительно здоровый багажник. Я не буду вам сейчас вылазить, показывать, открывать его, посмотрите, какой он там. Он реально, ребят, здоровый туда. Если вы хотите, у вас стоит задача перевести громадное количество мешков с чем-то, с картохой там, еще с чем-то, поверьте, вы туда их столько напихаете, вам просто, ну... У вас они кончатся, а в багажнике место еще останется. А если вам его не хватит, то вы откинете спинки сиденья и можете еще носовать. Это только в седан. В универсал там просто вагон. Туда просто можно накладывать, 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 и оно у вас просто не кончится. Итак, задний ряд сиденья, ребят, офигительный. Я вам даже могу сказать, что вот Марк у меня был 10 лет. Очень удобная машина, но там ты садишься в яму. Вот ты прям сел, там удобнее, приятнее сами сиденья, как бы на ощупь, но все равно задница провалилась больше в яму, и ноги вот здесь у меня висели. В этой машине у меня ноги не висят. И я всегда сравниваю эту машину с Марком. Вот если у меня был выбор, чтобы я купил, если бы они стоили одинаковых денег, конечно бы Марк. Марк просто стоит дороже. За 300-350 можно купить Марк, а такую тачку можно купить за 200. И, кстати, про цены я вам сейчас и расскажу. Итак, немножечко про цены. Цены на эти чудные автомобили имеют такой колоссальный разбег. То есть от 60 тысяч рублей за автомобиль, где написано, что машина едет. Все. Больше ничего не написано. Она, скорее всего, сгнила полностью. У нее нет подвески, нет мотора. Вот-вот умрет механическая коробка, но она едет. Вот это вот металлолом стоит 60. До 350 тысяч рублей за автомобили. Независимо от года, зависимо от состояния. Ну, как правило, они еще в очень хороших комплектациях. 350, то есть практически, практически в 6 раз. От минимума до максимума. Нормальный автомобиль можно подыскать в разбеге где-то от 170 до 230. Вот в этом промежутке вы можете найти хорошую машину. Много ли это или мало? Как сказать? За эти деньги вы можете купить что? Естественно, весь наш автопром. Вы можете купить приору. Вы можете купить там Гранту. Я не знаю, что там еще. Вы можете купить Логан его, мать его, эту машину, которая просто, я не знаю, она... Ну, вот если человеку совсем все равно, на чем он ездит, вот Логан, на тебе, вот. Лишь бы не на табуретке. Вы можете купить Альмеру. Вы можете купить Нексию. Вы даже можете купить Мазду шестерку. И все то, что я вам назвал, оно будет моложе 2004 года. А эта машина с 92 по 2007. Я не буду вам рассказывать плюсы и минусы тех тачек, а там еще акцент, там еще, там же еще, там же еще чудо, там же еще этот, как у Митсубиши Лансер. Это просто молиться на машину можно. Я вам не буду про их минусы рассказывать. Я вам просто скажу одно. Если вам нужна хорошая машина, то это вот. Если вам нужно год и, как все говорят, мне бы что-то посвежее. Ну да, кусок, ну посвежее зато. Если вам нужна машина, вот эта машина, вы ее купите за эти деньги. И я вам скажу так, через 4 года вы ее там плюс-минус 10 тысяч за эти деньги и продадите. Потому что есть люди, которым нужно не посвежее, а которым нужен автомобиль. Но об этом, как говорится, уже каждый думает сам. Кому что нравится, кому что не нравится. Кстати, я обещал вам рассказать, почему у этой машины мордашка от короны. Я вам объясню. На ней стоял китайский бампер от Карины. И он просто пришел в такую жопу, на самом деле. И просто так как новый стоил космос, китайский не хотелось брать. Просто заказался с Японии ноускат с фарами, с новыми радиаторами, со всем этим делом. Даже, ну и фары тоже. Все это дело пришло и просто перекинулось. То есть вот поэтому у этой машины морда от короны. Я думаю, кто живет на Дальнем Востоке, они этот момент увидели сразу. Потому что у Каринки бампер более такой, не так выпирает вот эта часть. У короны выпирающая, и у Карины вот здесь вот туманочки, а у короны здесь вот такие поворотники. Ну, японцы для себя делали одну, как бы на внешний рынок отправляли другое. Но в нашем, как и сегодняшнем ролике, как вы видели из названия, еще одна часть присутствует. А конкретно сегодня мы из этого автомобиля, который выглядит, ну, я не помню, кто-то сказал, чтобы не ошибиться, не буду говорить. Просто сказали суть в чем. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел красиво, ставьте на него красивые диски. Правильные подобранные колеса. И колеса должны быть подобраны так, чтобы не было вот отдельно машина и отдельно колеса. То есть как бы и колеса шикарные, и машина хорошая, но они не стыкуются вместе. Нужно подобрать так, чтобы машина и колеса были более-менее гармоничны. Это раз, плюс правильный размер, это два. И поэтому сегодня мы опытным путем посмотрим, можно ли на эту машину запихнуть 16 колеса с размером резины 205 на 55. Зачем это делается? Во-первых, на штатном размере дисков и на штатном размере колес машина достаточно низкая. Она летом, как только сезжаешь с асфальта, в колею попадаешь, она начинает подбирать днищем все, что валяется. Естественно, зимой это все только усугубляется. Поставить колеса большим радиусом, большим диаметром продиктовано еще не только внешней эстетической красотой, но именно еще и как это будет именно работать по ходовке, на сколько машину будет кидать, не кидать, как изменится работа стойка амортизаторов, то есть как это все повлияет. И самое главное, не будет ли что-то за что-то цеплять. Это самое главное, потому что многие втыкают большие колеса и они начинают то там потирать, то там цеплять. Вот этого нам не нужно. Мы сегодня хотим просто это дело поставить и посмотреть, как это будет выглядеть и как это будет ехать. И если это нам понравится, то это мы на автомобиле и оставим. Сейчас мы переместимся в гараж, все это дело поменяем и обязательно вам покажем. И даже тест автомобиля в движении на ходу, как он себя ведет, я сниму именно потом. И заодно расскажу вам, как машина себя ведет на 14 колесах и как машина себя ведет на 16. Что поменялось, что стало хуже, что стало лучше. Ну, стоит это делать или не стоит. Тем, кто может быть сейчас метается и не знает, сделать это или не сделать, я вам про это расскажу. Итак, мы внутри автомобиля, я вам даже больше скажу, колеса мы уже поменяли. Покажу я вам это чуть позже. Сейчас я вам просто покажу, как этот автомобиль едет. Немного открою фурточку. Механика, в чем плюс? Вот если бы, допустим, движок 1.6 был на автомате, было бы, конечно, немножечко, ну не то, что печально, но было бы не так весело. Когда 1.6 на механике, это уже можно ехать. Прошлифовывает, наверное, потому что резиновый лысый. Да, кстати говоря, когда я буду показывать автомобиль, его будет видно снаружи, и самые глазастые заметят, что резина-то лысая. Да, ребят, резина лысая, мы просто мерили. Подойдет это дело или не подойдет? Итак, что могу сказать? Очень мягкие ходы рычага, очень удобно переключать. Очень мягко, очень легко. Вот мы сейчас махом разогнались до 60. У меня открыто немножко окно. Не шума. То есть аэродинамических шумов практически нет. Учитывая тот факт, что резина у нас практически, ну как сказать, не практически, она практически лысая, более-менее звука не проникает, она очень жесткая. Что еще на новых колесах? Машина стала более управляемая, в том плане, что колеса стали шире, диски стали шире, резина стала чуть-чуть тоньше по высоте, управляемость у машины стала намного лучше. Далее. Руль у этой машины всегда был очень мягкий. То есть без проблем. Самый легкий руль, который я когда-либо, ну вообще держал в руках по мне. Еще если сравнить с Nissan Leaf, вот у той машины тоже руль был очень-очень легкий. Поэтому можно сравнить с Каринкой. В целом в автомобиле, ну очень приятно ехать. Она тихая, удобная и неприхотливая. Поэтому очень долго рассказывать про то, как в ней ехать, лично я смысла не вижу. Ее хватает. Вот мы сейчас на четвертой, мы включили передачу и машина поехала. То есть, ну, машины хватает в любом диапазоне. Если мотор будет чуть-чуть помощнее, будет еще лучше. Даже с мотором 1.6, поверьте, ее хватит. И расход вас там приятно порадует. Я вам сейчас не скажу там до копеек, но вот когда я ездил, я после короче крузака и BMW, я обрезать, думал, что машина бензин не ест. Поэтому расход тут реально маленький. Так что машина классная. Если кому-то, у кого-то есть небольшое количество денег и хочется хорошую машину, именно не свежую погремушку, а именно хорошую машину, обратите внимание на Карину. Я думаю, вам должно понравиться. Итак, сейчас мы убедимся, что никаких трений, зацеплений и так далее и тому подобное в колесах нет. Сейчас вот машина будет потихонечку ехать. На полном вымороте колеса, что в одну сторону полностью. Теперь в другую сторону. Ничего, ни за что не цепляется, не трет. Но задние колеса само собой, раз уж передние не цепляются, то и задние тоже цепляться не будет. Итак, друзья, сегодня я вам пытался рассказать, как можно сказку превратить в принципе в реальность. Единственный минус, конечно, эту реальность вам придется очень-очень-очень хорошо поискать, чтобы эта реальность у вас не превратилась в тыкву. И это будет стоить не 3 копейки, и поискать вам ее придется. Но если вы ее найдете, вы получите хорошую тачку. Еще сегодня мы вам показали, что на данный автомобиль смело можно устанавливать 16 колеса, резина 205-55-16, то есть все это залазит, входит, вылет диска в 48-й. Но если вдруг кому-то интересна такая информация. На этом рассказ про этот автомобиль я свой заканчиваю. Кому понравилось ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Очень уж хорошо зашло прям. Подписывайтесь на канал. Всем буду рад. Как говорится, пишите комментарии. Комментарии это вообще очень интересно. Я все всегда читаю, по возможности всем стараюсь отвечать. И на этом на сегодня все. И как всегда в конце запомните, не бывает плохих автомобилей, бывают только плохие хозяева. Всем пока!